КАНАЛ ПОДИ СЮДЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Левый передний усилитель рамы Газели и Соболя. Как удалять заклёпки из рамы. Важные моменты. Приветствую на канале ПОДИ СЮДЫ. Прошло уже более года, как я усилил переднюю часть рамы своего Соболя с правой стороны. Заняться же ремонтом, усилением слева, то не было времени, то желание. И вот наконец такой момент настал. Хотя привел меня к нему один коварный случай, который вынудил меня менять переднюю балку целиком. Ну и естественно, заодно доделать кое-что начатое. Честно сказать, делать видео о замене усилителя с левой стороны я не планировал. Но когда процесс пошел, я понял, что нужно еще кое-что показать и рассказать. Отметить важные моменты. Чтобы зритель канала, посмотрев все видеоролики по данной теме, имел исчерпывающую информацию по объему работ, по имеющимся нюансам и заранее подготовил все необходимое. Итак, начнем. И в этом видео рассмотрим, как снять левый передний усилитель рамы Газели и Соболя. И снова, как удалять заклепки из рамы. И в этом случае, то есть работа с левой стороны, будет проводиться при снятой передней балке. Что, честно сказать, значительно облегчает весь процесс. К этому моменту я уже удалил из переднего переднего усилителя рамы 6 заводских заклепок. Никаких трудностей с их удалением не возникает. Остались две самые трудные в плане удаления заклепки. Поэтому процесс записи видео я начинаю с момента их удаления. Итак, сейчас я покажу, как удалить две верхние самые труднодоступные заводские заклепки переднего усилителя рамы Газели и Соболя. К этому моменту должен быть снят катализатор или то, что находится на его месте. Так как все это будет препятствовать проведению дальнейших работ. Также в рамной части должны быть сняты стопорные вилки тормозных трубок, чтобы была возможность их отодвигать. А еще лучше сразу от этих трубок отсоединить три промежуточных тормозных шланга, чтобы не мешали проведению работ. Чтобы тормозные шланги открутить от трубок и не наделать косяков, нужно использовать со стороны трубки специальный ключ, который выглядит как показано на видео. Шланги снимаются полностью и идут под замену. При снятии тормозных шлангов необходимо запомнить, а лучше зарисовать схему их установки, чтобы не перепутать при сборке. Чтобы заглушить отверстия трубок от лишнего слива тормозной жидкости и от попадания грязи, заранее нужно приобрести вот такие заглушки, которые используются на штуцерах для прокачки тормозов. Лучше взять их с запасом штук 10. Мне же пришлось снимать с легковой машины, чтобы заглушить хотя бы 3 верхние трубки. На нижние одел просто кусочки вакуумных трубок. Вот верхняя задняя заклепка. С внутренней стороны рамы я уже срезал у нее клепаную часть, затем отогнул край усилителя и срезал еще выступающую часть под чистую к раме. Край усилителя я вернул на место и теперь удалю остаток заклепки с помощью самодельного съемника. ПОДПИШИСЬ! Заклепка выскочила, не потребовалось даже подстукивать молотком. Вот теперь можно видеть сквозное отверстие после удаления заклепки. Осталась последняя верхняя передняя заклепка, сейчас я срежу болгарку и у нее клепанную часть. Теперь можно попытаться съемником удалить заклепку, но не факт, что она выдавится. Поэтому я отгибаю край усилителя, чтобы срезать под чистую к раме выступающую часть заклепки. Мерзим. Закрепка. 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 Продолжение следует... И в какой-то момент меня осеняет. А зачем я буду зачищать болгаркой в неудобном положении через щель выступ заклепки? Когда я могу попытаться, отогнув край усилителя, вытащить его и так. Продолжение следует... 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 И как видите, мне это удалось, несмотря на то, что усилитель сидел довольно плотно. Из этого я сделал вывод, что вероятно для снятия усилителя с рамы вполне достаточно отгибать 4 его края, где расположены верхние и нижние заклепки. А уже затем с большим удобством удалять эти заклепки окончательно из рамы. И вот теперь уже без усилителя я счищаю болгаркой выступающую часть последней заклепки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем устанавливаю съемник заклепок и с легкостью удаляю ее. Кстати, видео про самодельный съемник заклепок вы также можете видеть на канале. А ссылку на него можно увидеть в подсказках и в конце этого видеоролика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наконец, все заклепки переднего левого усилителя рамы удалены и сам усилитель снят. С тормозной трубкой шланг, который идет на суппорт, я схитрил. Я не стал их рассоединять. Я просто аккуратно миллиметровым кругом разрезал на балки край кольца, где фиксируется их соединение. Раздвинул края и вытащил через разрез трубку. Верхний рычаг я также не стал снимать с верхней шаровой опоры, чтобы не делать лишнюю работу. Всю эту байду я аккуратно сдвинул в сторону. Чтобы показать вам трещины рамы с этой левой стороны, я уже снял передний кронштейн кабины. Посмотрите, как они выглядят сбоку и сверху. Как я уже отмечал в одном из ранее вышедших видеороликов, здесь, под передними кронштейнами кабины справа и слева, находятся самые больные места рам с оболею штучно, которые требуют заблаговременного усиления, ибо без которого мы обязательно в итоге получаем трещины рамы. О ремонте рамы, об установке нового усилителя и о болтах вместо заводских заклепок речь пойдет уже в следующем видеоролике, не пропустите. А пока подписывайтесь на канал Подисюды, кто еще не подписан. А этому видео не забудьте поставить прямо сейчас лайк. До новых встреч!